Когда молодая девушка не подозревает о своем интересном положении, это вполне допустимо. Но возможно ли, что женщина, уже познавшая радость материнства, до родов не знает о своей беременности? Жила с нами по соседству семейная пара. Они уже были в том возрасте именуемым климаксом. Дети их выросли, разъехались кто куда, они остались вдвоем. Жизнь текла размеренно. Дом, хозяйство, работа, коротание вечеров возле телевизора. Тетя Валя была женщиной полной, пышущей здоровьем. Про таких говорят кровь с молоком. Сколько я ее помню, она всегда была жизнерадостной и общительной. Она часто заходила к моей бабушке на чай. Они сидели за столом, обсуждали всякие новости, смеялись, рассказывая анекдоты. Но как-то пришла она к нам, села за стол, вздохнула и говорит «Видимо, умру я скоро». «С чего это ты взяла?» – ахнула бабушка. «Да вот, что-то я стала себя плохо чувствовать. Рези в животе, тошнота. Пошла в поликлинику, мне сказали, что у меня опухоль». «А ты случаем не беременная?» – оживилась моя бабуля. Уж очень она любила такие новости. «Да ты что! У меня уже пять лет, как ничего нет. Нам с мужем раздолье, а тут вдруг это болезнь. Отправили меня на обследование, а я боюсь. Вдруг у меня рак?» «Фу ты, типун тебе на язык! Мужу говорить боюсь. Вдруг уйдет от меня, от больной. И внука не дождусь. Ты же знаешь, невестка моя через полгода родит. Как бы дожить?» «Долго они еще обсуждали женские дела, а я думала, вот какая жизнь непредсказуемая. Живи да радуйся, так нет». За хлопотами и заботами я совсем забыла про соседку, так как она какое-то время к нам не заходила. Однажды к соседке приехала скорая. «Ну, вот и все», – подумала я, видя, как тетю Валю выводят из дома под руки, а она от боли еле перебирает ногами. «Валя, тебя куда?» – охнула моя бабушка, выскочив на крыльцо. «Куда, куда?» – буркнул врач. «В роддом! С ума посходили! Скоро на пенсию, и она рожать надумала!» Мы от удивления рты раскрыли. Оказывается, права была моя бабушка, когда предполагала беременность. Это сейчас пошел, купил тест, проверил или на УЗИ сходил. А раньше-то все визуально, да на ощупь определяли. Удивительно только то, как это врачи в поликлинике не увидели интересное положение женщины и не отправились давать анализы. Видимо, их смутил возраст тети Вали, да ее уверение, что у нее уже все давно прекратилось. Но оказывается, что-то там у нее в организме спало и ждало своего часа. И удивительно то, что она сама до родов не знала о беременности, списывая свое недомогание на несуществующую онкологию, не замечая, что живот, который до этого был немаленький, уже стал на нас лезть. Вот и получилось, что внука она все-таки дождалась. Правда, сначала сынок появился. Назвали его Климом. Мол, подарок от Климакса. Чего только в жизни не случается.